Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Мы работаем в прямом эфире о роли НПО в противодействии коррупции. Будем говорить сегодня. Наши средства связи 28 58 69 8 700 028 58 69. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас в студии руководитель проектного офиса Ахжаик Алалдак Аланы Алия Салиева, а также представитель филиала Республиканского общественного объединения Адельдак Жола в городе Уральск Бауржан Ахмеджан. Еще раз напоминаю, 28 58 69 это номер нашего прямого эфира и вы можете позвонить к нам и задать свои вопросы нашим гостям. Роль НПО в противодействии коррупции, тема нашего эфира. Добрый вечер, уважаемые гости. Благодарю за то, что вы нашли время принять участие в этой программе. И давайте перейдем сразу к нашим вопросам. Достаточно ли роль НПО в противодействии коррупции на ваш взгляд на сегодняшний день? Да, Оксана, спасибо за такой хороший вопрос. Дело в том, что у нас в этом году состоится 10-й юбилейный гражданский форум. Это 30 лет партнерства, интерес к устойчивому развитию общества и государства. И у нас как раз к этому времени уже есть подготовка идет к новому проекту антикоррупционной стратегии на 22-26 годы. Потому что у нас сейчас идет антикоррупционная стратегия на 2022 год, до 2015-2022 года. И в этой концепции на сайте портала adal.kz все граждане, общественные объединения, организации могут вносить свои изменения. Потому что все меняется и нужны новые свежие предложения, идеи. Что касается вашего вопроса, я бы сказала, что не только роль неправительственной организации НПО, тут усиливается роль всего гражданского общества, это все общественные объединения. И еще у нас есть активные граждане, которые неравнодушны, реагируют на те или иные недостатки и вносят предложения. Но как же я гадал Дакалана, например, мы в основном работаем как с государством, квази-государственной организации, но основной мы акцент делаем именно с работой с гражданами, с общественностью, с представителями неправительственной организации. Потому что без них, без их поддержки, помощи и направления невозможно вообще ни в одной стране мира противостоять коррупции. Об этом тоже говорится в стратегиях и по стаде президента, и Ельбасы тоже об этом акцентируются. Поэтому роль огромная, и она необходима, жизненно необходима. Но хотел бы отметить, что все-таки хотелось бы активности и влияние конструктивной критики, конструктивного участия неправительственной организации, общественности и активных граждан именно в этом вопросе. Потому что идет какая-то критика, которая надо на нее реагировать, проверять, смотреть. Но не всегда они как бы бывают обоснованы, это отнимает время. И мы многих наших активистов приглашаем экспертов в Акжае Хадалда Калана. И многие ребята, которые в социальных сетях переживали, какие-то писали различные комментарии, мы их приглашаем. И вместе теперь работаем, и они оказывают огромное влияние на те или иные процессы реагирования общественности. То есть даже тех, кто писал негативные комментарии. Да, потому что мы с ними встречаемся, и разговариваем, и понимаем их отношение, можно сказать, к тому, что мы стремимся, но любой терпимости к проявлению коррупции. А сколько их мнение меняется, когда вы уже совместно начинаете какую-то работу проводить? Мнение меняется в том плане, что мы перекладываем именно на конструктивные предложения. Что делать? Ну хорошо, понятно. Критика есть, да. Она всегда есть. Да. Критикуешь, значит, это предлагая, предлагая, делаешь. Есть такой лозунг, по-моему, древний. Поэтому, конечно, есть с ними, вот мы непосредственно работаем, да, при прямые эфиры, контактируем, и реагируем, конечно, на те или иные их критические предложения. Но мы, как общественность, не ведем, конечно, какое-то расследование и так далее, и так далее. Мы вносим предложения, например, вопросы много было сделано, когда были коррупционные риски. Во всех сферах, именно в линии, когда присутствовал человеческий фактор. Вы знаете, сейчас у нас почти 93%, если я не ошибаюсь, все перешло в цифровое, да? Вот эти даже превословатые, вот говорили все время, год-полтора назад мы быстро все забываем. Говорили о справках, но 8-6, а о них никто не вспоминает, потому что все ушло уже в электронный вариант, да. Говорили много о моментах получения каких-то документаций. Ну, сейчас хорошо работает уже, ну, так скажем, правительство граждан, мы многие даже документы сидим, вытаскиваем все, не выходя из своей комнаты, дома, квартиры, через Телеграм. То есть эти все моменты, они проводятся, да, и все переходит в цифровое, убирается человеческий фактор, но говорить о том, что мы полностью уже, мы именно ведем профилактическую работу именно в сфере бытовой коррупции. Понимаете, те коррупционные какие-то большие проявления, которые происходят на уровне, там, каких-то крупных компаний, там, центральным государственным органам, или здесь, да, это уже, конечно, прерогатива уполномоченного органа в лице департамента противоречивания коррупции. Наша задача, как общественности, выявить коррупционные риски, да, потому что иногда создаются противоречия в НПА, так называемых, нормативных правовых актов, да, каких-то законодательств, которые создают условия для государственного служащего или для служащего работника квази-государства, который толкает его на какие-то коррупционные риски, то есть создается. Их сейчас до сих пор немало, я думаю, что наши общественники и наши новые организации, которые создаются, они сейчас в этом направлены. То есть это не просто вот идти голо критиковать, есть моменты, вопросы, да, почему так происходит, выявить это, да, и внести предложение, или же полностью убрать, или заменить это какой-то пунктовый, нормативный правовых актов. То есть это большая кропотливая работа, и, конечно, в этой короткой встрече, вот в интервью... Всего не расскажет, да. Хорошо, перейдем к другим вопросам. Боржа Сакимулла, скажите, пожалуйста, функция вашего республиканского общественного объединения, представителем которого вы являетесь, основная, как бы, и главная народная контроль. Очень коротко, как давно вы открылись, и как вы осуществляете этот народный контроль? Республиканское общественное объединение Адлик-Жола было создано, кстати, 18 ноября 2020 года, то есть ровно один год назад сегодня, такой юбилей, да? Да, с чем мы вас поздравляем. Рахмет. Нет, но фактически филиалы во всех областях и городах нашей республики, мы начали работать вот с 22 сентября, вот с начала октября текущего года. Недавно собирались. Да, то есть недавно, месяц-полтора месяца мы работаем. Сразу вот здесь я хочу отметить, из бюджета мы денежные средства не получаем, это прям такой определяющий фактор, и мы независимые. То, что это понятно, да, некоторых компаний, организаций, которые работают с государственной властью, то есть и с госорганами, которые имеют какие-то контракты, договора, тоже хотя бы даже по госзакупкам, есть в любом случае какой-то фактор восприятия, или фактор как бы давления, да, есть такой, это нельзя исключать. То есть мы здесь независимые, а основные задачи, это определено законом о противодействии коррупции. Согласно этому закону не только госорганы уполномочены, да, антикор, прокуратура, Комитет национальной безопасности и другие все госорганы, но и обычные граждане, то есть сам народ и общественное объединение, хоть частные фирмы и компании могут противостоять, противодействовать коррупции и принимать какие-то свои, как бы свойственные ему, какие-то функции, передавать эту информацию. И то, что они выявили, обнаружили или какую-то информацию, они просто обязаны уже передавать в уполномоченные органы. То есть это один из рычагов, это так и называется, это народный контроль. Ну, вторая задача наша, ну, я вкратце объясняю, это повышение правовой грамотности наших граждан, поскольку не только к коррупционным правонарушениям, к совершению других ряда преступлений и вообще, как бы, не надо ухудшений. Ну, в целом правовая грамотность у нас слабая, что говорить. И в этой связи мы хотели бы здесь тоже, как бы, выйти на новый уровень и работать вот с народом именно. Народный контроль. Что уже на сегодняшний день, грубо говоря, удалось проконтролировать? Каковы результаты? Народный контроль – это то, что необходимо. Это, вообще-то, делается, очень хорошо помогает в социальной сети. То есть мы где-то обнаружили проблему, мы как клич или пост, публикацию туда закинули. Местные жители – это в ауле или в городе, или в каком-то там, скажем, в районе, да, они собираются там, может кто-то там съездит, может кто-то сфотографирует. А вы на каждое реагируете? Или, как бы, если считаете уже, проанализировав, что нужно отреагировать, что действительно есть пол. Как юрист я могу сказать, что не только вот просто информация, она должна быть проверена. Тем более, в основном… Она должна быть подтверждена быть какие-либо с фактами. Да, да. Например, те же денежные средства, выделяемые из бюджета, они открыты, да? Многие наши, многие базы, они открыты. Любой человек может это даже посмотреть и проверить. Ну, по кейсам, например, вот сегодня же вышла в Тингер Ньюс моя публикация о том, что за 10 миллионов тенге, за одну штуку установили теплые остановки в городе Уральска. Давайте пройдемся, да. Они очень много негодования вызывают у нас. Да, она вот на той неделе вышла, потом были разные публикации в СМИ, и люди очень много писали негативные такие, возмущенные комментарии. Почему 10 миллионов? Я могу 10 миллионов и дом построить, и квартиру купить, машину. В общем, сравнивали такие разные товары, работы, услуги. Мы на самом деле туда съездили, сфотографировали. Здесь вот два момента мы выяснили. Первый – это согласно сайту госзакупок ОЖКХ города Уральск, в декабре 2020 года заключает договор с ИП Митюшов, кажется. И в феврале или в марте этого года уже установили эту остановку. На Евразии вы все знаете, теплая такая симпатичная остановка, но за 7 миллионов тенге. Там, кстати, то время тоже было, это было полгода назад, тоже были такие же комментарии от людей. И теперь, недавно только установили другие остановки, то Баталасу, подрядчик, мы туда съездили, сфотографировали, проверили. В принципе, габариты и сами материалы, ну, сэндвис панели, там, вот эти камеры, кондиционеры, то есть то, что необходимо, они всем прям аналогичны, идентичны. И то есть, получается, 6 месяцев назад это было 7 миллионов тенге, сейчас здесь второй вопрос. Мы опросили некоторых предпринимателей и строителей из Алматы. Есть электронно-торговые площадки, где можно эти павильоны закупать, и здесь в Уральске. Они говорят, ну, где-то 3, от 3 начинается наша работа, то есть полная установка, 3, 4, 5, мы вам такую же остановку сделаем. И рождается вопрос, если она стоит, как бы, с прибылью еще предпринимателя, обычная прибыль, знаете, это от 10 до 30 процентов. То есть, если 5 миллионов тенге, а сверху 5 зачем добавляли? То есть, получается, ОЖКХ, город Уральск, при планировании этого лота, да, конкурса, получается, они знали, что завышают, как бы, такую предельную цену. Каковы дальнейшие действия тогда? Мы сегодня 18, мы 16 ноября направили соответствующие обращения, все договора, приложили фотографии, все сравнительную таблицу сделали, специально в антикоррупционную службу нашей области. И сегодня пришел ответ, что они перенаправили его для расследования, для изучения в департамент государственного внутреннего аудита. То есть, госаудит должен проверить и дать нам заключение, да или нет. Из этого мы бы следуем. То есть, в любом случае, конечно, общественное объединение, любая неправительственная организация, по закону мы расследуем, как бы, в неполном объеме, потому что есть у полномочных органов. Тем более, по таким тендерам должно быть заключение эксперта, специалиста, правильно? Уполномоченного органа я тоже хочу поддержать, что, конечно, мы общественники, мы не правоохранительные органы, да, не следственные какие-то там организации. Мы это реагируем, делаем, как бы, это называется больше внешне, там, какой-то внутренний анализ, да, мониторинг. А потом уже под, с поддержкой, с участием департамента антикоррупционной службы, там есть у нас специалисты, которые и следствие ведут, да, там оперативные работы, но есть большое управление превенцией, профилактикой. То есть, мы, конечно, взаимодействуем, потому что мы не можем тоже, как общественники, обходиться без поддержки государственного органа. Мало того, вот даже наш Макжай Адалдахалана, например, стратегическим руководителем по нашему уставу является, например, Акимобласти. То есть, вообще, бороться с коррупцией, вообще, это обязанность государственных органов, в частности, допустим, нашего, ну, Акимобласти, любого Акима. Но, так сейчас Бауржан хорошо отметил, чтобы вот, тут нужна независимая оценка, независимый взгляд, что ли, участие. И вот в этом, в этом, в этом аспекте огромная роль от неправедственной организации, общественного объединения, и, естественно, активных граждан наших. Поэтому, вот видите, вот, Бауржан яркий представитель тех новых организаций, которые постоянно создаются. До этого у нас тоже, сейчас очень тоже активно работает специальный мониторинг группа по... Ну, я насколько знаю, у вас внутренние и внешние мониторингы проводятся. Да, они тоже мониторят. И, тоже я хотела поддержать, вот, коллегу Бауржану, в том плане, что сейчас все доступно, ваших бюджет есть. То есть, любой гражданин, вы, любой гражданин нашей страны может все это проверить. Но не у всех хватает же времени каких-то финансовых... И не каждый может довести до конца этого. ...финансовых каких-то образований, юридических. Поэтому, конечно, здорово, что у нас есть такое общественное объединение. Есть вопрос от телезрителя, касаемо, вот, как раз-таки, деятельности Акжаи Кадалда Калана. За счет чего финансируется? Вообще, вот, Акжаи Кадалда Калана, оно создано... Ну, вообще, у нас, так, если честно сказать, мы вообще, как Бауржан, работаем бесплатно. То есть, у нас нет никаких, у нас нет ни расчетного счета. Ну, на общественных началах. Да, на общественных началах. Но, как любое общественное объединение, в том числе, например, ваше, и любое другое общественное объединение может участвовать в конкурсе. И там есть такой проект социального государственного заказа, как Акжаи Кадалда Калана. И вот, например, в этом году, значит, этот проект взял, выиграл в конкурсе жестоком, в таком жестком конкурсе, одно наше общественное объединение, Булаша, который помогает нам в плане, вот, значит, канцелярские, да, там расходы есть много. Мы очень много практически объездили все районы, не только районы, но и удаленные круга. Потому что у нас там в районах тоже созданы районы представительства офиса Акжаи Кадалда Калана, которые тоже работают на общественных началах. Их возглавляет у нас руководитель молодежно-ресурсных центров. Там же они и обосновываются, потому что в районах тоже, сейчас мы, наверное, об этом будем говорить, что сейчас тоже много средств ушло в сельское, там, ремонт дорог и прочее, прочее. Поэтому, но наша, вот, моя работа, она не оплачивается. Единственное, что оплачивается, это вот те или иные какие-то мероприятия мы когда проводим, там, поощрения, там, у наших журналистов, вы знаете, да, там бывает. Но это выиграло, допустим, любое общественное объединение, причем может выиграть любой точки нашей республики. Который может обеспечить нашу, как бы, скажем, жизнедеятельность. Не только нашу, допустим, в проекте участвует общественное объединение ЖАИ Хаманата, который возглавляет вот Сергей Пукашев, представитель выпускников детского дома, который тоже очень много работает в плане вот с выпускниками детских домов. Вы знаете, сейчас очень много вопросов, проблем. Это целая, другая, там, огромная проблема, которая это надо отдельно передачу делать. Контроль, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот только что вы сказали, в районах, да, есть тоже. У вас пока в районах нет, вы пока в городе, да? Мы в районах только собираемся, выезжайте. Да, вы собираетесь, мы сейчас организовались в городе. Вот в районах, да, только недавно на днях выступал руководитель управления строительства Западно-Казахстанской области, сфера госзакупок страдает, там, именно жилищное строительство, да, не выполняются программы. Я, если не ошибусь, 141 семья в одном из районов Западно-Казахстанской области осталась без новых квартир, то есть так же стоят... Не своевременно, да? Да, не своевременно, а освоение. Что касается водоподведения, то же самое, как бы, проблема. Да, да. Здесь у вас какая работа будет? Вы знаете, да, у нас в этом году, вообще, вот, в прошлый, даже пандемийный год, 20-й, когда все это началось, и сейчас, несмотря на все это, государство направляет огромные средства именно на благоустройство, там, жилищная программа, дорожный ремонт... Да, речь шла о том, что с республиканского бюджета деньги идут. Причем эти деньги идут даже не на строительство тех же дорог, не только республиканского значения, как это всегда было, а внутри районных. То есть это, наверное, последние, я не знаю, 50-70 лет туда деньги не вкладывались. И, конечно, наши вот общественники, местные вот представители района, естественно, они это дело мониторят, контролят, потому что жители там в районе, в поселке, в округе, например, там все друг друга знают. Естественно, там тоже не хватает, как будем говорить, таких же профессиональных, юридических там, или даже знаний дорог. Но мы, естественно, в этом очень много используем, или же пользуемся помощью наших гражданских активистов. Вы знаете, Азамата Мусилова, да, который тоже на общественных началах, на своем бензине, на своей машине практически объездил все эти дороги, и даже сумел выехать в Урдинский, к Баке-Урду, и туда, где Астраханская дорога, да, то есть, вы видите, Республиканская, у него очень много всех разных замечаний, предложений, которые надо тоже анализировать, смотреть, да. То есть, у нас именно таких граждан, которые отсюда из Уральска выезжают, и там очень много, и которые тоже присылают нам всю эту информацию, конечно, мы все это анализируем, и где там у нас есть моменты наличия коррупционных рисков, конечно, так, как сейчас Бауршин сказал, отправляем именно уполномоченным государственным органам, потому что расследование, там сидеть мы не можем, если там есть какой-то намек на коррупционное это, мы отправляем уполномоченным органам. Вот на сегодняшний день остро стоит вопрос о том, что нужно изменить формат публичной информации, да, путем, ну, то есть, уйти от этого чиновичного, чиновичьего информирования населения, когда вот у нас идут цифры, цифры, как бы, в таком приказном, докладном, доклад, порядке, вот как это будет осуществляться, на ваш взгляд, очень коротко каждый, скажите, пожалуйста, и чтобы каждый гражданин мог это понять, потому что зачастую людям непонятно даже, о чем идет речь. Вот у нас, знаете, сегодня я где-то часа два была в городском Акимате, где заседала комиссия по партии с коррупцией, и все госорганы выступали, это в основном были Акимы наших округов, вот, Чиканск, Дерков, все Акимы, и другие отделы. И я хочу сказать, что, я тоже сказала об этом, что мы-то, может, что-то и делаем, но мы не можем освещать. И, конечно, у нас сейчас идет сокращение в государственных органах, да, конечно, нужно привлекать профессиональных пресс-службу, знаете, которые бы разбирался, знал не просто там вот, мне дали информацию, я ее осветил. Вот это, конечно, момент очень хромает, но сейчас наши государственные органы так или иначе, вот полтора года, как, по-моему, уже вышли в сами социальные сети и дают какую-то или иную публикацию. Но она не всегда бывает, как, допустим, мы с Бауржаном, например, осветили бы что-то, да, потому что в социальных сетях невозможно делать большие посты. Никто не читает, да. То есть приходится очень кратить. Да, и с реакцией... Значит, здесь нужно усилить роль СМИ, да, об этом речь тоже в сегодняшней идее идет. Не только НПО, но и СМИ. Да, но и СМИ, которые будут как праведники этой информации доносить. Но, с другой стороны, мы тоже, как бы, вы знаете, да, не секрет, что у нас тоже руки связаны. Мы даже проводить журналистские расследования не всегда можем. Мы даже не можем, когда приглашаем в студию некоторых руководителей департаментов, письменно они не приходят к нам, понимаете. И насколько мы защищены, вот здесь вот, вы же подъедете. Я хочу сказать, в новой стратегии, которая сейчас разрабатывается, стоит пункт, об узаконить журналистские расследования. Это у нас на сегодняшний день незаконно проводится журналистское расследование. Да, незаконно стоит об этом речь. А вот вы тоже, как Юрий Суфинский, что можете? Ну, насчет открытости государственных органов, да, в том числе вот Акиматов, местные исполнительные органы, даже правоохранительные органы, если честно, конечно, они вживую, да, онлайн, или же, так скажем, своевременно информацию не подают. Любое начало какого-то проекта или планов, да, они могли бы выступать онлайн, могли бы выступать где-то тезисно, или же где-то выкладывать в соцсетях все это тезисно. Если обратить внимание на аккаунты в Фейсбуке и в Инстаграм госорганов, там сплошные тексты, даже нет абзацев, да, какого-то старых, так сказать, отказных материалов полиции раньше как было, да, то уже не там даже, в общем, очень тяжело все это читать. То есть, так скажем, это открытое, не формальное, и они, скорее всего, таким реальным условием, ну, пиар, да, вот этого маркетинга, они не отвечают. Во-вторых, общественное, плюс есть общественное слушание, есть любые проблемы, которые у нас, как бы, или же начало какого-то проекта любого, касающегося неограниченного круга лиц, например, там, района Зачиганск, да, района, микрорайона Жолдуз, они же, у нас же сначала, например, тоже вот была история со составляющими инфекционной больницей, ну, которую в том году устроили. Сначала бульдозеры поехали, все это, как бы, почистили, через неделю только после возмещения жителей приезжает Акимгорода и другие уполномоченные должностные лица. Да, там народ беспокоился о том, что близости от них инфекционной больницы. Перед началом это, в принципе, можно было бы это сделать. Потому что в любом случае, если народ, если тот же житель этого микрорайона, они не согласны, они, скорее всего, будут что делать? Подавать в суд иск и так далее. То есть сразу же они, какую-то деятельность, проект, строительство, ничего они сразу не приостановят. Я вам говорю, как юрист. Но, зная об этом, и, получается, и должны лица так себе, как бы, делают. А если бы они, как бы, своевременно все, как бы, живую все преподносили бы и рассказывали бы простым языком, то есть народ их воспринимал как своих. Ну да, об этом и речь, о восприятии нет того, о восприятии. Потом, вот, второй момент, я, когда еще работаю в органах прокуратуры, работаю руководителем прислуживания, вот, не добился таки, вот, одной идеи. Вот, если смотреть американские фильмы, и даже обычно, вот, BBC, Euronews, у них, если что-то случилось, вот, тоже касающиеся, вот, неограниченно круга лиц, да, вот, где-то в городе, там, у них как? У них сначала выступает тот же, например, начальник пожарной службы, сзади стоят, там, прокурор, полиция, там, главный врач, там, то есть эти службы у нас тоже есть, но вы заметили, у нас когда-нибудь они троем, или четвером, или пятером обещали прямую, они этого не делают, потому что они боятся ответственности, лучше бы они как по отдельности, или вообще промолчат, пусть там, есть у нас полиция, или там какая-то еще, собрать их сложно, это да, это есть. Вот этот момент, может, интегрироваться своим программам, ток-шоу, вот между вот этими службами важными, которые должны принимать решения, и предотвратить возможные какие-то, даже скандальные моменты, они почему-то не интегрируются. Да, для чего это удобно? Потому что, видя всех этих больших начальников вместе, так скажем, на одной, на одном телевизоре, на одной кабеле, народ скажет, а, значит, наши ребята друг с другом дружат, общаются, и мы им можем верить, то есть все нормально. Вот это и есть принцип слышащего государства, которого пока мы не можем добиться. Главные полицейские скажут, охрану выставили, главврач скажет, все нормально, там, пострадавших где-то отвезли, ну, скорая помощь работает, прокурор скажет, закон все как бы соблюдено, там здесь вот такие эти поставили, например, ну, то есть, в общем, надо реагировать, надо общаться с народом, а не так. Понятно, что это какой-то шаг, открытие, создание аккаунтов в Facebook, Instagram, но надо еще, это очень-очень мало. Аля Утимисовна, 31 мая этого года вышло постановление правительства о проектном управлении. Что оно позволяет делать, очень коротко, и каковы будут проектные направления для госорганов? То есть, проектное управление, это, знаете, сейчас это над этим уже работает, я знаю, что уже создается рабочая группа, я даже могу сказать, где она находится, в городском Акимате, я была там. 4 минуты у нас осталось, да, и это проект, то есть, реакция государственных органов, вот, что Бауржан сказал, вот, есть вопрос, проблемы, да, чтобы не было вот этих, то, что последующих, мы как-то, мы сперва сделаем, потом думаем, вот, если коротко, чтобы этого не было. То есть, самое главное здесь не качественный показатель, а результат, да, вот об этом речь? Да, 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 то есть, именно интеграция многих государственных органов. Вот здесь же будут антикупционные комиссары? Да. Из числа кого они будут? Ну, у нас, я так знаю, что в областном Акимате уже рассматривается, возможно, это, я так поняла, что это будет на уровне заместителя управления превенцией у нас, есть же, это, Биржан, вот, Хайрулин, это, вот, один из его замов будет как комиссаром в областном Акимате, если так коротко сказать, вот так в моем понимании это. А вот скажите, соцопросы о населении, как показатель общественного мнения, находят ли они отражение на сегодняшний день? У нас очень много проводится, основное то, что проводится, это казахстан транспаренции. Мы тоже сейчас проводим. Находит ли оно отражение? Студенты сейчас вот, на этой неделе, на той неделе, на будущей неделе, они проводят восприятие граждан, обычных людей, потому что обычные граждане, наш народ, они в любом случае более чувствительны к таким проблемам, чем мы даже. Так, в дальнейшем еще у нас будет процесс декларирования расходов для всего населения. Сейчас у нас пока только для госслужащих и их семей, между прочим. Да. Там уже предусматриваются не только твои доходы, но и твои расходы. Вот здесь хочу прям очень коротко, у меня такое чувство, что все знают, все госслужащие знают, что с 26-27-го годов начнется вот эти декларации, расходы, доходы и так далее. И мне кажется, вот аномальная ситуация, то, что происходит по госзакупкам, где завышение цен, где из одного источника прям выбирать своих же, так скажем, ТОО, предпринимателей, прям, мне кажется, прям хотят, ну, то есть некоторые, я не все говорю, некоторые недобросовестные госслужащие хотят прям обогатиться и прям успеть за этот период как бы добыть средств, так называемые. Может быть, даже переписать какие-то активы на дальних родственников. То есть это все, я думаю, знаешь, Бауржан, все равно люди, народ нас все это видит. А если народ это все видит, значит, полномоченные органы это должны и обязаны видеть. Вот телезрители очень мало времени обращаются, все-таки я должна отреагировать. Не всегда все НПО работают на полную мощь. Нерационально. Как добиться этого, чтобы было рационально? Ну, вообще, я за то, чтобы было все-таки профильное НПО, которое могу привлекать профессионалов, специалистов, вот то, что ваша организация, допустим, юридическая, там у вас, наверное, есть эксперты и по финансам и прочее, прочее. То есть у нас иногда создается общественное объединение, вот сидел человек раз и создал. Как объект трудоустройства создается. Да, и даже, еще даже, просто есть какой-то конкурс, или как там, тендер, или как-то конкурс, да, на госсозаказ, вот под него. Потом они его делают и разбегаются. Вот это печально. И какого эффекта, все-таки, мы будем ждать от роли НПО? Я думаю, что наша роль НПО, хочешь того не хочешь, да, НПО или даже общественный, простой гражданин, уже теперь мы уже не будем жить, как раньше. Уже народ, вот сейчас вы сказали, да, даже по остановкам, да, по другим моментам, я думаю, что уже процесс пошел, его уже не остановить. И я думаю, что может быть сейчас из качества, из количества перейдет качество, это и ТНПО станет более профессиональными и профилами. В двух словах. В двух словах мы должны заинтересовать народ, граждан, активных граждан в данном направлении. Привлекать, я бы даже сказала, к нам, на работу. Ну и это и как бы в последнем докладе у нас вот стоит, что привлекать активно, один из главных пунктов. Спасибо большое за участие в нашей программе. Конечно, роли НПО, противодействие коррупции, это тема, которую можно обсуждать всесторонние. Вы будете приходить, и мы будем как бы застрять свое внимание на конкретные какие-либо темы. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо и вам, уважаемые зрители. Вы смотрели время вашего вопроса на телеканале Ак-Жаик. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok